доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии недели и как и всегда мы анализируем события минувшего торгового дня и смотрим что же интересного на повестке и на скажем обсуждение текущей торговой сессии может быть значимым для финансовых рынков еще одна неделя а прошла то я понимаю что пятница еще только впереди но друзья по прошествии еще одна пятидневки мы к сожалению не стали вместе с прочими трейдерами и инвесторами близки к развязке по брекзиту мы к сожалению до сих пор не знаем как дальше будут обстоят дела в плане шатдауна потому что он продолжается и вчерашний день еще раз доказал то что между республиканцами и демократами по нему ну пропасть в понимании и нету пока базы которая устроила бы в взаимном порядке и тех и других и база которая в конце концов позволила бы навернуть к полноценной работе части госучреждения которая сейчас не функционирует и соответственно госслужащие находится в неоплачиваемом отпуске затягивается процесс учитывая то что ранее мы сделали ставку на ослабление курса доллара возможно это нам даже на руку поскольку на фоне продолжающегося шатдауна любые разговоры о том что будет с политикой федерезерва дальше все равно будет возвращаться к этой теме и риторика джерома паула который возглавляет американский регулятор будет проходить не только с оценку глобаса через оценку глобальных экономических перспектив ну и конечно же на внутренние политические риски которые по-прежнему очевидны что касается брекзита но для нас это уже своего рода извечная тема к сожалению то что происходит в англии сейчас характеризуется только лишь неопределенностью при этом на британцу ничего не мешает сейчас восстанавливать свои позиции друзья очень хочется мне надеяться что может ли кто-то из вас предпочел рискнуть и поставить на рост британца я вот к сожалению позиции свои прежние не изменил ну конечно же к сожалению почему потому что фунт очень сильно вырос и я понимаю что на этом росте также можно было бы неплохо заработать но я прошу еще раз сделать акцент на фундамент и понять меня как фундаменталиста почему я не позволил себе собственно развернулся по фунту и сохранил короткие позиции вчера я сделал акцент друзья на то что он для меня он сейчас мое личное бремя это вызов в том числе и на моему депозиту но всегда плечи мне довольно скромные я держу эту позицию то есть продажи пары фунт доллар и рассчитываю на то что на рынке с учетом накала политических страстей и именно с учетом степени политической неопределенности на рынке может в любой момент появится катализатор довольно мощный чтобы резко обвалить курса британца и на опыте мы знаем что такое же случалось и не раз если вы в длинных позициях друзья я конечно же вас поддерживаю я желаю вам только еще большего профита но я сохраняю короткие позиции и может быть исходя из этого я больше заинтересован особо не критикуйте за это в том чтобы фонда таки ослаба текущая торговая сессия не такая насыщенная на события как прошлое сегодня мы с вами проанализируем данные под и по германии это оценка бизнес оптимизма учитывая то что вчера были пересмотрены прогнозы экономического роста германии на этот год я думаю что если каким-то чудом сегодня мы увидим оценку бизнес оптимизма на более-менее нормальных уровнях можно смело говорить друзья то что следующий раз а через три недели когда мы будем анализировать снова этот релиз а данные будут очень плохими ну и с другой стороны if нас не очень-то интересует у нас есть более объективная оценка это оценка института изю мы с ней уже столкнулись начале этой недели и помним что цифры там конечно же далеко не радужные что соответствует тому негативу который сложился как частично в рамках локомотива валютного блока немецкой экономики так и негатива связано с улучшением внешне экономической конъюнтуры поэтому статистика я даже принципе сегодня ожидаю что релиза вряд ли поддержит настроение участников рынка через непонятные и не непрогнозируемые неожидаемые даже невозможные хорошие цифры от ифа и замыкать день будет отчет бейкер хьюз по количеству нефтяных вышек собственно в сша 21 00 поздним вечером традиционно мы уже две недели подряд видим как этот отчет напрямую влияет на то что происходит на рынке нефти потому что тут же этот релиз начинает интерпретироваться с точки зрения будущей активности американских производителей и поспорить с этой логикой очень трудно поэтому сегодня мы конечно же за цифрами посмотрим напоминаю друзья то что в прошлый раз был зафиксирован было зафиксировано снижение третью неделю подряд недельный спад оказался самым значительным больше чем на 20 платформ общее количество сократилось самым значительным с января 2016 года и принципе это легло в основу того что сокращение количества нефтяных вышек скажется на активности американских производителей и в конце концов придет к менее агрессивным темпом роста нефтедобычей сша уже возможно не будут такой очевидной страшной угрозой для баланса всего рынка черного золота ну в данном случае и неплохо что у нас такие цифры потому что мы по-прежнему руководствуемся длинными позициями по нефтянке бренд кстати у нас растет уже 60 почти 2 доллара за баррель и это хорошо мы ждем с вами 65 там будем готовы полностью либо частично афиксироваться ну посмотрим как обстоят будут обстоят дела на этой планке потому что фон становится все более и более интересным и вот с некоторых пор буквально с вчерашней торговой сессии мы активно с вами отрабатываем вопроса санкции сша против венесуэлы и я думаю что очевидно сейчас не нужно спорить с тем что этот фактор уже дисконтируется в курсе нефтянки способствует ее росту росту котировок бренда и дабы летяй мы это отрабатываем используем зарабатываем на это потому что это соответствует нашим с вами ожиданиями что касается прочего скажем фундамента который на мой взгляд сейчас второстепенен но о нем также стоит говорить и данные по запасам нефти сша друзья корреляция со статистика от американского института нефти в этот раз и выдержалась накануне американский институт нефти сообщил о том что запасы выросли там на 6,6 миллиона официальные данные указали на то что запасы скакнули почти на 8 миллион это все следствие замедления активности нефтеперерабатывающих заводов скачение экспорта увеличение импорта и сейчас друзья трейдеры которые опять же ссылаются ориентируются на данные по запасам начинают больше исходить из того что мы на пороге очередного сезона технического обслуживания который приведет к реверса вот этих ожиданий того что будет с запасом если раньше мы делали ставку на сезонный спрос и получали в принципе видели данные которые нам были необходимы когда запасы снижали сейчас а вследствие сезона технического обслуживания начнется по моему уже меньше чем через месяц скорее всего нам придется смириться с тем что у нас будет новый а тренд из этих релизов тренд который уже будет фиксировать увеличение запасов но как вы видите друзья этот фундамент явно отошел на второй план потому что сейчас все следят за тем когда сша финансирует эти санкции с некоторых пор из-за самой настоящей революции которая произошла юнисуэль из скажем и сместилась акценты лидерства трампа поддерживает не мадуро гуайда в частности мадуро можно сказать своего рода вне закона он не легитимен поэтому страна которая поддерживает данные данного лидера в принципе оказывается вынуждены столкнуться с риском санкций со стороны сша соответственно друзья этот фундамент быстро с рынка не уйдет я думаю то что мы будем весь день сегодня следить и наблюдать как эта новость будет оказывать поддержку котировкам нефти уверен то что ничего не изменится и на следующей неделе важно чтобы мы все-таки добрались до 65 долларов за баррель потому что там наша цель я надеюсь то что мы ее в итоге сделаем евро против доллара европейская валюта герой фундаментального вчерашнего дня потому что европейский центральный банк провел очередное заседание и вот сегодня утром буквально читал статью на бомберге о том что есть все основания говорить о том что вчерашняя риторика драги захлопнула дверь для возможности повысить процентные ставки концу этого года в рамках 2019 года я очень хочу друзья чтобы вы все-таки правильно оценили то что вчера случилось то что вчера было сказано правильно поработали с этим новостным фоном адекватно оценили перспективы изменения монетарной политики и в конце концов пришли к выводу о том что до конца этого года 2009 девятнадцатом году европейский центральный банк а ну вряд ли что-то изменит в плане ужесточения режима и нормализации денежно-кредитной политики ставки остались на прежнем уровне рефинансирование 0 процентов ставка по депозитам минус 0,4 процента очень долго уже на неизменных уровнях во время выступления драги признал то что баланс резко смещен сейчас в сторону снижения то что последние макроэкономические данные очень плохие никак не бьются с ожиданиями даже с пессимистичными ожиданиями риски глобальные увеличиваются и все что он сказал в конце концов им же было резюмировано что в связи с этим скажем активность европейского центрального банка по нормализации денежно-кредитной политики может быть отложена на более поздний период ну и конечно же драги признал еще раз сделал акцент на то что всему на вину вот эти геополитические риски и brexit и торговое противостояние сша и китая и если эти вопросы не будут разрешены вот в ближайшем месяце то соответственно европейский центральный банк не просто сохранит политику мягкой но и возможно даже рассмотрит варианты более активных действий по экономическому стимулированию это опять же возвращаю вас не только к возобновлению операции это лтеро возможно уже середина этого года ну и кто знает друзья может быть за всеми прочими вариантами дальнейших действий где-то там скрывается возможности даже дополнительного снижения процентных ставок это также выпускать из вида нельзя день для евро был вчера волатильным в целом европейская валюта остается под давлением десерта такого негатива был связан с прогнозом в по германии на этот год который был пересмотрен практически в два раза друзья с одного и восьми до единицы вы помните по моему еще несколько недель назад я лично попробовал предположить какие темпы роста германии нас ожидают в этом году и сделал акцент на то что это в лучшем случае единицы и вот сейчас сами официальные ведомства статистически ссылаются на то что это как раз тот уровень за которым сейчас нужно следить и будучи реалистами понимая что с учетом такой конъюнтуры более лучших цифр экономики германии показать себя не осмужен поэтому по евро друзья мы получили достаточно много сигналов того что политика будет мягкой европейский центральный банк признал что ситуация ухудшается и на его риторику оказывает влияние и глобальные риски это важное заявление я думаю что на следующем заседании риторика станет еще более мягкой соответственно будем держать короткие позиции тем более что они сейчас ну как никогда оправданы цель по евро доллару 1 10 11 11 доллар иена держится в районе 110 109 74 сейчас котировки возможно поддержку доллара вчера оказал статистика по заявкам на посуде по безработице 199 тысяч минимальное значение с 1969 года прошлые на прошлой неделе мы видели цифры чуть выше 212 тысяч прямо и производственном секторе 54 9 с 53 и 8 также на рынок а пришла новость о том что шатдаун продолжается поскольку в сенате не удалось договориться о прекращении скажем неработы ряда госучреждений и я допускаю что если бы не комментарий мучен о том что сша китай уже достигли серьезного а прогресса сделка по-прежнему актуально она состоится точнее не сделка еще один этап переговоров в конце этого месяца и я уже по-моему на прошлом брифинге или на позапрошлом говорил о том что есть даже рыночная позиция что вот на январьской встречи будут сделаны серьезные шаги направлены на преодоление торгового конфликта но если рынок взбодрился пока мы видим что доллар судя по всему больше оптимистичен по дальнейшему развитию событий я друзья все равно пока что сохраняя коробки позиции потому что что-то подсказывает мне что январьская встреча конце концов ни к чему не привезет а шатдаун продолжится и это заставит американский регулятор снова напомнить рынку о своей позиции неготовности к на кратном повышению процентной ставки держится пока сопротивление 110 иен за доллар не скажу что для меня это какой-то переломный момент то есть если планка 110 падет я не буду спешить закрывать короткие позиции открывать длинные нет я пока уверен также как и ситуация с британцем что у доллара больше сейчас а шансов и больше фундаментальных причин чтобы снизиться доллар канадец друзья 133 17 только мы поставили на все-таки ослабление курса канадского доллара как в игру вступила растущая нефть и оказала разумеется поддержку канадскому доллару пока не будем отказываться от сохранения длинных позиций по доллару канадцу потому что 65 долларов за баррель нефти бренда у нас по-прежнему нет для меня это как раз тот самый рубеж который станет важным определяющим для того чтобы оказать уже тотальную поддержку канадцу затмите прочие факторы в то же время доллар канадец активно ходит в рамках внутри торговых сессий то что он сейчас находится на отметке 133 17 ему ничего не стоит основы вернуться там выше отметки 133 70 уже ближайшие часы как это уже неоднократно делал пока друзья давайте держать длинные позиции ждем поддержки потенциальной от нефтянки но до 65 мы не добрались если доберемся то развернемся и по канадцу австралийцы против доллара снижается 070 95 мы все ближе к цели 070 друзья ни в коем случае не фиксируйте сейчас результат своих текущих коротких позиций профит будет еще более интересным на взялань с 067 62 также снижается цели прежние 0 65 0 66 фунт против доллара 1 31 32 конечно же покупатели сейчас ликуют фонда развивать стремительные обычаи ралли может быть этот рост опять же связан с тем что вчера на рынке поговаривали о возможности переноса сроков инициирование 50 статьи официального выхода англии состава европейского союза с 20 29 марта на более поздний период при этом есть временные рамки если сроки будут перенесены то все равно этот официальный выход должен состояться до двадцатых чисел мая потому что в эти на эти даты запланированы парламентские выборы в европейском союзе вопрос нужно политически с англии закрытия до на них соответственно роста фунта объясняется тем что если сроки все-таки перенесут хотят до сих пор тереза мы не дала никаких официальных комментариев а если и вспомнить то что она говорила о возможности переноса сроков она против этого хотя с другой стороны наверное для нее это самый лучший сценарий мы также об этом говорили возможность выиграть время и попробовать уже в более-менее спокойной обстановке хотя обстановка уже вряд ли будет спокойной договориться с палатой община и убедить их проголосовать за тот план который ранее был предложен ей и европейским союзом но который потерпел сокрушительная афиаско не набрав необходимого количества голосов а на мой взгляд сомнительный фундамент чтобы легко можно было поставить на то что у британца есть обоснованные факторы роста а покупать фунт только потому что он растет друзья сейчас это не моя позиция я все-таки буду останусь верным негативные оценки ситуации относительно англии и в связи с этим буду держать скрипя зубы короткие позиции потому что уверен что они еще принесут свои плоды на этом собственно всем хороших вам выходных увидимся мы как и всегда а в понедельник надеюсь то что вы проведете выходные хорошо не растеряйте скажем запал бодрости духа мне нужны вы снова собранные друзья потому что на следующей неделе мы снова вернемся с вами к обсуждению как шатдауна как а брекзита так и прочих геополитических рисков которые есть мировой экономики и из-за которых волатильность на площадках сейчас точно уж выше среднего на этом собственно все всего доброго до свидания